так ну и мы продолжаем с вами знаете часто говорят что искусственный интеллект профессии убивает уничтожает на данных и создает и если раньше мы знали что в айти надо заходить тестировщиком теперь появляется новая профессия в которой можно зайти в искусственный интеллект без специального образования я конечно же говорю про prompt инжиниринг также хочется отметить что если вы хотели поспрашивать про нашу генеративную модель от мтс у нас наконец-то люди которые хотя бы немножко на близки к этому надеюсь у нас тем более на целых два спикера сегодня в этом нас много сегодня спикеров конкретно сейчас на целых два спикера не будут нас по очереди выступать но представлю я сразу обеих прошу поприветствовать наталью бруй руководителя группы мтс и ай какой группы расскажешь потом ладно меня тоже руководитель центра говорят какого-то знает и вслед за ней выступит шувар алена она вон там пока стоит за стоечкой помаши пожалуйста ручку руками а нас пром то инженер собственно да я руководители группы конечно же prompt инженеров не всего мтс и ай пока сегодня мы мы сегодня я расскажу общую информацию про prompt инжиниринг и также продемонстрирую вам некоторые приемы с помощью которых вы можете эффективнее общаться с моделями а алена нам расскажет конкретно нашу работу в мтс и ай prompt инжиниринг это относительно новая дисциплина и она получает все большее распространение вместе с тем что модели входят в нашу жизнь наверное каждый из вас уже пробовал чат gpt или какие-то другие модели то есть вы с этим уже знакомы prompt инжиниринг это неотъемлемая часть совершенствования моделей prompt инжиниринг включает себя разработку и улучшение собственно промтов промт это запрос к модели от качественного промта зависит качество ответы модели модели не обладают врожденными знаниями или умениями заполнять пробелы в общении поэтому важно написать важно в промте дать ей всю необходимую информацию для ответа на заданный вами вопрос модели могут использоваться в различных областях в различных областях например модели очень хорошо генерируют тексты также очень хорошо работают с текстами например суммулизируют их также наши коллеги уже до нас рассказывали про применение модели при работе с кодом то есть модели могут помогать в написании кода или даже писать его с нуля также модели конечно же могут отвечать на различные вопросы и например помогать в обучении образовании например модели могут сгенерировать бесконечное количество тестовых вопросов для самопроверки давайте теперь рассмотрим какие основные принципы написания хорошего промта как вы можете их применить чтобы ваше общение с моделью было наиболее эффективным первое это нужно начинать с простого можно взять обычный вопрос и дальше уже наполнять его необходимым контекстом дописывать какие-то требования по стилю или или еще другие требования для задачи создание промтов это итеративный процесс здесь важно экспериментировать также можно использовать такие простые инструкции как напиши суммуризируй классифицируй даже они помогают получить более хороший результат и также можно указать модели необходимый формат вывода здесь например он указан в угловых скобках и видно что модель выводит результат в нужном нам формате необходимо избегать негативных промтов здесь на слайде пример не очень хорошего промта потому что в нем указаны две конструкции с частицей не и как видно модель нашу инструкцию игнорирует и все равно выводит нам свои рассуждения теперь переформулируем промт на укажи только правильный ответ и на модель нас слушается и выводит нам результат в таком виде в котором он нам необходим теперь давайте поговорим про основные техники промт инжиниринга здесь на слайде указаны несколько техник которые мы сегодня с вами рассмотрим конечно же этот список не исчерпывающий существует их великое множество для различных задач но конкретно вот эти применяются чаще всего и подходят для большинства задач первые две техники это zero shot prompting и few shot prompting zero shot это обычный запрос пользователя то есть он не включает себя никаких дополнительных примеров или контекста к недостаткам zero shot можно отнести чувствительность к формату промта и зависимость от объема качества обучающих данных модели такой подход подходит для большинства простых задач и собственно он самый распространенный few shot prompting это уже более усовершенствуем усовершенствованный подход здесь мы даем модели уже примеры того как мы дали примеры правильной обработки информации то есть например в задаче классификации сообщений на спам не спам мы можем модели предоставить пример спама и не спама и соответственно правильно обозначить что как как классифицированы эти сообщения такой подход позволяет модели кратковременно обучиться на вот этих примерах это не обучение в полном смысле слова так модель обучается здесь и сейчас к недостаткам кроме чувствительности качества запроса и производитель и чувствительности к обучающим данных модели можно отнести то что запрос получается достаточно объемным из обилия примеров и поиск наиболее эффективного промта может занять достаточно продолжительное время потому что нужно продобрать удачные примеры которые модель собственно поймет few shot prompting можно применять в различных областях где требуются примеры я уже упомянула задачу классификации также это этот прием отлично подходит для задач где нужно модели показать стиль или формат вывода документа например обработки документа перейдем к примерам здесь пример взаимодействия zero shot мы просим модель показать указать столицу Финляндии и показать нам ее флаг видно что столицу она указывает правильно но флаг она начинает описывать и это не совсем то что мы хотели и вот мы применяем few shot мы показываем модели то как должен выглядеть нужный нам результат и она собственно кратковременно обучается и выводит нам результат в нужной форме то есть это хельсинки и эмоции флага следующая следующая техника это chain of thought здесь мы просим модель рассуждать над своими показать нам свои действия показать наши рассуждения показать модель свои рассуждения и так мы имитируем мыслительный процесс человека здесь представлен обычный запрос то есть без применения этой техники и ответ на задачу 41 автомобиль видно что она ответила 21 и соответственно это неправильно теперь к этому промпту мы добавим приписку рассуждая над этим шаг за шагом и она модель выводит нам пошаговое рассуждение и можно увидеть что приходит она к правильному результату следующая техника это self consistency здесь мы просим модель сгенерировать несколько цепочек мыслей или проверить и проверить свои собственные рассуждения здесь пример запроса уже self consistency то есть перед тем как дать ответ модель проверяет свои свои рассуждения и здесь она приходит к правильному ответу но если задать вопрос без этой техники она будет ошибаться и кошек называть собаками здесь показан более сложный пример здесь мы просим модель сгенерировать три цепочки мысли три эксперта по одной и той же задаче видно в ответе что два эксперта отвечает правильно десять машин и один эксперт отвечает неправильно девять машин то есть и модель конечно же выбирает мнение большинства и выводит нам правильный ответ десять машин и последние две техники лучше всего работают на моделях со ста миллиардами параметров и более а теперь рассмотрим еще один интересный прием это jailbreak в каждой модели есть заложены некоторые ограничения они заглатываются еще на этапе разработки модели и конечно же эти ограничения нужны эти ограничения ограждают пользователя от получения нежелательной информации которая может навредить ему или окружающим и давайте посмотрим как пользователи могут обойти эти ограничения первый способ это претендинг то есть мы заставляем модель думать то что она играет фильме и так далее направленный злом здесь мы можем предложить модели логическое объяснение то что нам нужна какая-то незаконная информация чтобы спасти например человека также мы можем представиться авторизированным пользователям или модель превосходящий модель данную и вот один из самых новых подходов это do anything now то есть мы говорим мы говорим модели что она с этого момента может делать все что угодно и таким образом она нам дает доступ к нежелательной информации давайте посмотрим например название модели я конечно же не буду говорить здесь представлен обычный запрос и видно что она нам кидает заглушку то что это действие незаконные и она вообще не создана для такого но с помощью пети васи которые играют роли в фильме и по сценарию они должны пробраться в чужой дом конечно же модель дает нам полную инструкцию но при этом в конце она все таки говорит что мы должны помнить что это ролевая игра и такие действия опасные незаконны зачем я вообще рассказываю вам про jailbreak кроме того чтобы вы могли получить доступ к нежелательной информации jailbreak нужен для того чтобы проверить чтобы проверить модель перед выпуском в массовое производство массовый доступ точнее то есть определенно нужны эти ограничения чтобы ответы модели не не повредили репутации компании и конечно же при выпуске в массовое использование лучше поставить более сильные ограничения но и тут нужно найти баланс чтобы модель не кидала предупреждение на какие-то хоть немного сомнительные вопросы теперь передам слово моей коллеге и она расскажет про работу нашу работу в мтс да собственно итак мы значит переходим к тому что мы делаем в мтс и обсудим для начала то что мы создали бенчмарки собственные для оценки моделей и так как вы наверняка знаете бенчмарк это некоторое количество вопросов ответы на которые позволяют собственно оценить способности модели сравнить ее с другими или например отследить прогресс когда выходит более новая версия той или иной модели бенчмарки конечно же бывают разные у них собственно разные цели мы бы хотели именно более подробно про наши разработки итак наш бенчмарк для маленького контекста состоит из трех разделов которые вы можете видеть на слайде общий вопрос у нас направлены на выявление модель у модели знаний о мире use case здесь мы включили задачи которые мы решали в процессе работы и также задачи которые пользователи могут решать в своей повседневной жизни например сгенерировать заметку о чем-нибудь или прочитать какой-то документ договор и так далее и третий раздел наш самый последний это раздел который проверяет собственно фундаментальные способности больших языковых моделей здесь это анализ текста понимание текста улучшение его и собственно на каждый вопрос из этого бенчмарка модель может получить один балл если отвечает правильно пол балла если ответ частично верный и ноль если ответ неправильный также у нас нашими разработчиками исследователями ведется работа по созданию моделей с расширенным контекстом окном на 16 и 32 тысячи токенов и собственно эти модели как вы можете догадаться используются для в случаях когда мы имеем дело с большими объемами информации например нам нужно суммаризировать какой-то огромный текст и для того чтобы валидировать эти модели мы также разработали бенчмарки здесь мы опирались на работу long bench однако мы адаптировали ее запросы под русскоязычные и также внесли некоторые коррективы в состав категории бенчмарка каждый наш бенчмарк состоит из 50 вопросов и включает себя 6 категорий которые вы можете видеть на слайде в отличие от long bench у нас нет задачи код комплишен вместо нее мы сделали категорию в тексте нет ответа где мы проверяем что модель при генерации ответа использует только текст который мы ей передаем они информацию из своих знаний теперь рассмотрим собственно сравнение пяти моделей на бенчмарке для короткого контекста который состоит из трех разделов на слайде представлены три модели мтс и ай разной архитектуры и размера и собственно гигачат про от сбера и яндекс g5 и 2 как вы можете заметить по всем трем категориям модели мтс превосходят модели конкурентов более подробное сравнение наших моделей с другими русскоязычными лм вы можете прочитать в статье на хабре от наших коллег собственно по qr коду наш бенчмарк достаточно небольшой относительно остальных на которых мы также валидируем наши модели но тем не менее он позволяет нам очень быстро и точно проверить модель по каждому вопросу мы можем оперативно дать комментарий по работе модели выявить случай если вдруг она выдает какие-то галлюцинации может путаться в языках или например да какие-то другие проблемы и соответственно если недочеты какие-то находятся то мы отправляем эту модель на доработку теперь собственно хотелось поговорить о том где вы можете почувствовать себя промт инженерами и написать пару запросов к модели сейчас у нас в открытом доступе находятся два бота в телеграме первый это бро бот первый qr код здесь он основан на модели gpt3 с половиной turbo вы наверняка все знаете про нее хоть когда то что то слышали вы можете использовать этот бот в своей повседневной жизни и помочь нам с дальнейшим обучением модели поскольку мы записываем все разговоры с ним и собственно дальнейшим используем в своей работе второй бот у нас для поиска информации в видео камерон способен находить определенные сцены предметы или героев видео в которые вы в него загружаете этот бот основан на методе рак который объединяет поиск информации и генерацию текста сначала система выполняет поиск релевантной информации по большому объему заранее проиндексированных данных а затем генерирует ответ на основе полученного результата этот бот сейчас находится на стадии тестирования и открыт для пользователей и также по третьему qr коду вы можете ознакомиться с статьей на хабре от собственно разработчика этого бота а также для внутреннего пользования у нас есть веб интерфейс здесь мы уже можем настраивать модель задавайте и различные параметры например максимальное количество токенов температуру также можем писать системный промт и мы как промт инженеры очень часто используем его в своей работе как уже говорила моя коллега сейчас модели используются для самых различных задач но мы бы хотели более подробно остановиться на определенном типе которые мы регулярно решаем в своей работе с помощью наших моделей и так одним из самых популярных запросов заказчиков является генерация текста на основе какого-либо описания в таких случаях в промте задается конкретная инструкция которая основана на запросах заказчиков мы стараемся естественно учесть все пожелания которые есть в качестве первого примера мы бы хотели рассмотреть собственно генерацию вопросов для интервью собеседования по описанию вакансий которая есть на сайтах по поиску работы на слайде вы можете видеть один из промтов который мы использовали и собственно вывод одной из наших моделей и такой ответ может быть полезен например HR менеджеру при проведении собеседований но и также тем будущим соискателям которые готовятся к этим собеседованиям в качестве следующего примера можем рассмотреть генерацию медиаматериалов это тоже очень частый запрос например постав социальной сети в промте модели мы подаем на вход собственно исходные данные которые у нас есть тип материала то есть это пост социальной сети рекламная какая-то статья анонс далее мы передаем формат вывода который мы ожидаем и стиль и модель учитывает эти параметры при генерации так в ответе на слайде вы можете заметить использование эмодзи по тексту и в конце хэштеги что собственно характерно для современных публикаций в сети также с помощью наших моделей мы составляли материалы для радио рекламные тексты тексты различных листовок рассылок заголовки и многое другое на этом мы заканчиваем надеемся что наш доклад был очень для вас полезен и вы сможете применить техники которые мы собственно озвучили в общении с искусственным интеллектом и оно станет еще более эффективным спасибо большое спасибо большое я кстати должен наверное извиниться когда сказал что легкий вход в профессию а вы такой хардкор даете это та из профессии видимо которая easy to learn hard to master тем не менее это то что можно более-менее делать без специального языка программирования хотя бы чуть чуть и мы приступаем к сессии вопросов и ответов у вас много времени обратите внимание еще пять минут на вопросы поэтому мучайте пожалуйста вот вижу первую руку вот там пожалуйста извиняюсь можно я как раз дополню по поводу подводки у нас на самом деле для prompt инжиниринга очень хорошо подходит образованием фундаментальная прикладная лингвистика то есть это такое направление которое находится на стыке лингвистики и программирования мы программирование питон в том числе тоже знаем и используем тоже в работе но здесь мы больше разговаривали про промты и для написания хороших промтов нужно конечно иметь лингвистическое образование тем более для составления бенчмарков это тоже очень полезно я там продолжу разгонять извините тема такая я когда меня спрашивают типа как там научить промты я говорю вы научитесь с людьми общаться проблема не в том что вы в модели можете не можете запросы в том что вы с людьми говорить не умеете о чем вы мне тут советуют в сколково да бизнес школе через промты учить людей разговаривать научил общаться с моделью может быть с людьми сможешь все а вот теперь вопросы пожалуйста спасибо за исчерпывающий вводный курс теперь интересуют подходы и инструменты по двум вопросам которые меня лично беспокоят первое это защита от джилбрейка то есть когда мы отдаем в паблик могут быть риски люди будут программировать как от них защититься если какие то уже опенсорсные инструменты от джилбрейка защиты и второй вопрос тоже который меня беспокоит как вы с помощью чего тестируете то есть вот вы сгенерировали один вариант листовки пять вариантов десять двадцать вы это в эксельке сохраняете либо что то уже есть более продвинутые нет ничего в мире продвинутые экселя так отвечу на первый вопрос джилбрейк очень актуальная очень актуальная очень актуальная проблема и как раз вот вчера мы с ней столкнулись то что нам за вечер надо было защитить бота очевидно мы его не защитили потому что его собственно массовое использование не выпустили здесь конечно над этой проблемой бьются многие и взламывали мне кажется все модели то есть вот из недавнего насколько я помню джемини человек смог изменить системный промпт на свой конечно же с некорректной информацией какие есть способы самый примитивный способ это составить список 100 слов и его запихнуть в обучение модели то есть на эти темы ты не можешь говорить то есть там стоп слова инстаграм украина и так далее простым списком ну конечно не простым списком там надо будет дообучить чтобы все формы этих слов все там с опечатками то есть как-то векторизировать и так далее посложнее опенсорсных наверное я вот не назову конечно но наверное есть способы более продвинутые то есть вот тоже связанные в основном с дообучением модели тут обычным системным промптом не обойдешься к сожалению так а второй вопрос давай да по поводу сохранения значит обычно у нас заказчики не такие прям супер какие-то продвинутые соответственно ну не в том плане что просто для них показываешь там документ или вот таблицу и они смотрят то есть там что им важно увидеть собственно результат и комментарий там как мы его добились поэтому нет смысла какие-то там супер-пупер штуки придумывать плюс мы не сохраняем все варианты которые у нас были то есть если мы видим что это неудачный промпт мы собственно эти результаты как бы ну и исключаем и ну при больших если у нас есть какие-то большие задачи и большие объемы данных то конечно мы сохраняем их ну в разных форматах на самом деле это могут быть и текстовые документы это может быть JSON если им там нужно для дальнейшей обработки поэтому какого-то одного инструмента у нас нет правильно говорить экспертные в других областях знаний извините я просто рассказываю это все нормально так давайте дальше к вопросам откуда возьмем давайте вот с первого ряда чтобы далеко не бегать потом туда потом сюда спасибо интересный доклад вот вы сказали что используется промпт видите что он неудачный откидывайте идею отсюда вопрос а как вы логируете версии удачных неудачных промптов спасибо ну обычно в принципе по моему просто записываем ну сохраняем себе в тот формат документа который кому удобней кто-то например больше с там google doc кто-то в таблице но чаще всего либо мы работаем в боте либо в интерфейсе это все сохраняется и ты можешь в любой момент вернуться к тому что у тебя было и собственно посмотреть дальше теперь обещал в ту сторону давайте с первого ряда будем вот так в пинг-понг играть извините да спасибо за доклад в чем вопрос вы представили тут два бота две обычные модели которые сейчас открыты не могли бы поделиться планами как планируется их развивать что с ними вообще будет что-то в этом духе может инсайт какой настолько нет потому что обучениями моделей мы конечно же не занимаемся для этого у нас есть другой отдел мы больше моделей используем камерон он вот сейчас находится на стадии тестирования и я вас призываю его потестировать и тем более это будет нагрузочное тестирование потому что было уже пару моментов когда он падал но быстро поднимался бро бот это он основан на open ai на gpt 3.5 то есть это нельзя назвать нашим ботом наши модели насколько я помню планируется вывод в общий доступ но конечно по срокам я тут сказать не могу но мы планируем одну нашу модель предоставить на массовое использование пока что наверное вот на этом все они потом из публичного доступа получается уйдут или как какие вот эти две и третьи говорите нет вот эти две сейчас работают и будут продолжать работать третья пока еще не в публичном доступе поэтому не знаю выйдет она из него пока она не вошла понял спасибо большое пожалуйста теперь направо я там тоже привет спасибо за доклад у меня вопрос касательно бенчмарка и в частности суммаризации то есть вы оцениваете качество суммаризации какими-то классическими там левометрикой и так далее либо может быть использовать что-то более экстравагантное типа оценка сгенерированного текста этими моделями какой-нибудь более сложной более умной моделью суммаризацию в бенчмарке маленького контекста мы оцениваем сами это позволяет наиболее быстро и так скажем качественно оценить а вот для большого контекста мы используем автоматическую метрику и там насколько я помню да используется одна наша модель в этой метрике то есть оцениваем это моделью и вот хотя там по-моему даже правильные ответы есть на суммаризацию именно то есть ну вот моделью мы оцениваем блеу слишком какая-то безответственная метрика поэтому нет да пожалуйста и сейчас к вам потом сначала мы вот там второй ряд да добрый день очень интересно спасибо большое а на такой вопрос а как кто у вас вообще занимается разметкой данных и привлекаете ли вы узкопрофильных специалистов для оценки ответов сгенерированных моделью узкопрофильных мы не не привлекаем у нас как бы больше общие такие вопросы и мне кажется мы же тестируем все-таки модель которая направлена будет потом для массового использования и нужно мне кажется оценивать ответы тоже с точки зрения такого обывателя немного хотя у нас есть отдельный отдел разметки а также у нас есть отдел AI тренеров они готовят данные для обучения модели и в том числе они размечают по бенчмаркам тоже оценивают там конечно же есть специалисты там мы стараемся как бы диверсифицировать наш штат AI тренеров чтобы наверное известно что вот при написании текстов влияет пол, возраст, опыт человека и чтобы максимально добиться разностороннего обучения модели на этих ответах которые пишут AI тренера мы вот стараемся набирать в штат совершенно разных людей так я возможно отклонилась от вопроса а я помогу потому что когда нужны специальные люди для узкой задачи это уже моя епархия применение того что вы там придумали когда мы тюним если были на моей лекции да в самом начале когда мы то обучаем модель под узкую бизнес задачу вот тогда у нас возникают специально обученные люди эксперты то есть медицинская тема очень сложная в этом плане и там порой стоимость разметчика дороже чем дата сайентисты такое тоже бывает это определенный момент и нюансы которые надо учитывать но вот коллеги делают общечеловеческую все понятно спасибо последний вопрос с этой стороны вы сейчас их вылавливаете и мучаете спасибо большое за доклад очень интересно подскажите пожалуйста вот вы говорили о том что ваша модель обошла на метриках мера гигачат и другие языковые модели это в итоге то что сейчас доступно в боте который вы показывали на экране или это та самая модель которая еще пока не в полном доступе это та самая модель которая еще не в полном доступе в боте GPT 3.5 ну мы вам ее не отдадим у вас документов нет да ну все отдадим но через какое-то время давайте быстро ладно последний вопрос еще раз спасибо за доклад подскажите вы уже используете методы автопромтинга или может идет какое-то изучение этого направления я знаю некоторые мои коллеги используют чат GPT в написании промтов ну когда уже мы заходим в тупик кто лучше понимает нейросеть как нейросеть поэтому некоторые используют но кстати я слышала мнение что это не очень хорошо работает я конкретно не использовала и какие-то вот переборы промтов автоматические мы тоже не используем но вот чат GPT четвертая вышла наиболее продвинтая она может помочь спасибо за ответ у нас произошло невербальное общение меня уговорили на еще один вопрос только очень быстро ладно да вот спасибо интересный доклад я правда пропустила первые пять минут поэтому быстрый вопрос вы мне скажите если я пропустила я послушаю как у вас выглядит в целом процесс работы с клиентами какими к вам может быть самыми популярными запросами приходят и в целом как это длится это какое-то такое общение в чате это какие-то презентации кому-то там ну насколько разница ну типа как мета уровень вопросов это какой-то более стратегический уровень это какой-то более прикладной в плане на генерите заголовки ну то что вы до этого приводили да у нас есть продакт менеджеры во первых которые общаются непосредственно заказчиками а мы именно заказчиками мало общаемся да в чатиках нам выдвигают какие-то требования нам дают например то что хотят получить в идеале чаще всего к нам приходят запросами генерации текста это генерация текста вот для блогов например и там нам дают сет результатов например скаченных уже с телеграм-канала то есть идеальный вид который они хотят получить от модели чтобы мы сделали чтобы модель вот это вот выдавала так все если что в кулуарах спасибо большое давайте еще раз поаплодируем спасибо